Пять объектов недвижимости в Риге, Юрмале и Кандове должны быть переданы Совету еврейских общин. Такое решение приняла комиссия Сейма по иностранным делам. Теперь слово за парламентом. Что это? Конец имущественных претензий к государству или только начало? Тему продолжит Сергей Герасимов. К вопросу о передаче пяти зданий в собственность Совета еврейских общин Сейм подошел со всей тщательностью. К первому чтению законопроекты готовили несколько месяцев, интересуясь мнением экспертов парламентской и президентской канцелярии. И хотя решение было принято отдать, единогласным голосования не было. У меня остается вопрос. Почему мы передаем имущество этой одной конкретной организации? В самом ближайшем будущем я вижу риск того, что между разными еврейскими общинами продолжатся разногласия, и страна будет втянута в них, так как приняла решение в пользу лишь одной из них. Речь идет о трех объектах на территории Риги и по одному зданию в Юрмале и Кандове. Среди них старое здание синагоги, ныне заброшенная еврейская школа, учреждение по уходу за здоровьем. Суд Сатверсма еще в 2003 году решил, Латвия не несет ответственности за отнятые у евреев советским режимом и не обязаны компенсировать им последствия национализации. Но по возможности должна идти им навстречу. Возможность появилась. В Совете еврейских общин говорят, они благодарны Сейму. Но в списках Совета еще порядка двух с половиной сотен зданий, отобранных у евреев. Мы очень надеемся, что между первым шагом и дальнейшим шагом 11.1 расплатения списка имуществ предварительно 270 объектов будет не очень большой разрыв и мы сможем посмотреть, закрыть, поставить точку в этом длительном историческом процессе. Кроме того, решение, принятое в пользу одной общественной организации, может быть справедливо и для других. Тем более, что желающих вернуть себе отнятое в середине 20 века немало. Согласно Конституции, в каждом конкретном случае Сейм должен будет принимать соответствующий законопроект. Случаи с евреями особенные. Их почти уничтожили во время войны. Да и ранее были решения вернуть здания в собственные студенческие корпорации и организации «Красный крест». Но были случаи, когда Сейм отказывался здание отдавать. Такие запросы поступали до этого. И я думаю, что и будут поступать, может быть, и в будущем. И это решение, потому что здесь есть мудрость Конституции, я бы сказал, что эти решения должен принимать парламент. Это открытая процедура, это не решение чиновников, это решение политиков. Передачу пяти объектов в собственность Совета еврейских общин Сейм в первом чтении должен рассмотреть на следующей неделе.